Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 октября. Житие святых гури архиепископа Казанского и в арсенофии епископа Тверского. Преподобный гури в мире Григорий. Родился в городе Радонеже от бедных и малоизвестных бояр Руготиных. В юношеском возрасте Григорий отдан был на служение в дом князя Ивана Пенькова. Григорий был нравокроткого и уступчиво. Он любил часто ходить в храм Божий на молитву. Молился и дома. Внимательно охранял свое целомудрие, держал строгий пост. Любил также подавать нищим милостыню и отличался прочими христианскими добродетелями. Своим благонравием и честностью Григорий приобрел любовь своего господина. И он поручил ему все управление своим домом. Но это возбудило зависть сослуживших Григория. И они оклеветали его перед князем в прелюбодеянии с его женою. Князь, поверив клеветникам, приказал убить Григория. Но сын князя, более осторожный и благоразумный, нежели отец его, Упросил отца посидить Григория и своим приговором не позорить своей семьи. Узнав же, что все это клевета, он избавил Григория от смерти. Однако князь, побеждаемый злобой, посадил невинного Григория в глубокий ров. Два года провел в нем блаженный, томимый голодом, Так как пища подавалась ему непригодная для человека. На три дня ему бросали по одному снопу овса и немного воды. Тяжело было положение невиновного страдальца, Но он укреплял себя примером древних мучеников И ободрял той мыслью, что темница избавила его от соблазнов и тревог мирских, Что уединение доставило ему полную свободу готовиться к вечности. Уже второй год заключения в темнице был на исходе, Как один из прежних друзей Григория упросил темничного сторожа Дозволить подойти к окну темницы и поговорить с Григорием. Сторож согласился. Друг подошел ночью к Григорию и предложил доставлять ему приличную пищу. Но Григорий отказался от принятия всякой иной пищи, Кроме той, какая ему доставляется, Сказав, что его питает многое и преизобильная благодать Божия. Зосим Григорий просил своего друга, чтобы он вместо пищи приносил ему бумаги, Чернил и перья для писания азбук, по которым обучает детей грамоте. Эти азбуки Григорий поручал своему другу продавать, А деньги просил раздавать нищим. Через два года милосердный Господь, видя доброе терпение раба своего, невинно страдающего, Благоизволил освободить его от уз, как бы от ада, И невидимой рукой и силой своей отверз ему темничный затвор. Неожиданно Григорий увидал в дверях темницы свет. Он пришел в ужас, думая, что это бесовское наваждение, Так как два года те двери не были отворяемы. И встав, стал он молиться. И снова свет появился в дверях, даже сильнее первого. Тогда Григорий, подойдя, коснулся до двери рукой, и дверь тотчас отворилась, Уразумев, что сам Бог посылает ему освобождение из этой темницы. Григорий возблагодарил Господа, и, взяв икону Пресвятой Богородицы, Которую он имел с собой в темнице, вышел никем невидимый, хотя был уже день. И ушел он из дома того из города и пришел в Успенский Иосифовский монастырь. Здесь Григорий принял пострижение в монахи с именем Гурия и стал добрым иноком и постником. За свою примерную иноческую жизнь он был избран впоследствии игуменом Иосифовой обители. Пробыв настоятелем этой обители около девяти лет, он по болезни оставил монастырь и два года жил на покое, проводя время в посте и богомыслии. Затем Гурий постман был на игуменство в Сележаров монастырь, но здесь пробыл не более года. Когда же бог покорил царю Иоанну Васильевичу город Казань, тогда по совету митрополита Макария собором святителей российской митрополии Гурий поставлен был по жребию первым архиепископом города Казани. Царь отправил его в Казань с великой честью, дал ему множество икон, драгоценную церковную утварь и много книг. А кроме этого, многими драгоценными вещами одарил он и самого Гурия. Святители и разные монастыри со своей стороны принесли в дар на нужданного просвещаемого края также множество драгоценных вещей. В неделю святых отец после Пасхи 26 мая 1555 года, при звоне всех колоколов кремлевских, митрополит Макарий с епископом Крутинским, нифантом и всеми архимандритами московскими и игуменами, а также и святитель Гурий со своими архимандритами и освященным клиром, в присутствии царя и сего Синклита, торжественно отслужили в Успенском соборе напутственный молебен. По окончанию молебна святитель Гурий с крестным ходом подошел к Москве-реке. Здесь сел в приготовленные ладьи и с молитвами отправился в путь при звоне колоколов. На пути в каждом городе святитель Гурий, встречаем, был духовенством с крестным ходом и совершал торжественное молебствие. Так что все путешествие святого Гурия до самой Казани было почти непрерывным молением. Через два месяца прибыл святой Гурий в город Казань и занял святительский престол. В сане святителя он проводил такую же богоугодную жизнь, питал нищих, неимущим подавал все нужное, заступался за бедных, вдов, сирот и избавлял их от различных бед. Труды к трудам прилагая, святой Гурий проводил ночь в молитве, днем же учил неверных богопознаний и вере в Пресвятую Троицу и учением своим многих привел ко Христу. Великие труды святителя при слабости его телесных сил, надломленных в молоте тяжелым темничным заключением, в конец расстроили здоровье святого Гурия, и он впал в болезнь. Телесная болезнь ничуть не умолила его душевного благочестия. Не имея возможности сам совершать богослужения, он все-таки присутствовал при священодействиях, совершаемых другими, для чего приказывал носить себя к божественной литургии в храм, храм Благовещения Богоматери, построенный им. Здесь он сидел или даже лежал, слушая богослужения. Однако и во время болезни святой Гурий не оставлял своих обычных и удобоисполнимых для него дел, не переставая в то же время смирять свою плоть постом и воздержанием. Так подвязался святитель три года, чувствуя приближение своего отшествия к Богу. Святой Гурий призвал к себе архимандрита Варсонофия, к коему питал любовь, велию духовную, и пожелал принять от него великий ангельский образ, то есть схиму. Блаженная кончина святителя последовала 4 декабря 1564 года. Честное тело его было погребено в обители Пасопреображенской, за алтарем у большой церкви. Преподобный Варсонофия в мире Иоанн был родом из Серпухова, он был сыном священника Василия, и в раннем возрасте обучен был грамоте и божественному писанию. Еще не достигший совершеннолетия, Иоанн попал в плен к крымским татарам. Покоряясь воле Господа, он усердно исполнял возлагаемые на него работы и труды. В плену он находил утешение в частой пламенной молитве к Богу, наизусть воспевая те псалмы, которые он помнил. Неверные в виде благонравия Иоанна, усердия в трудах, смирение и беспрекословное повиновение им в работе облегчили тяжесть трудов его и позволили жить ему свободнее. В плену Иоанн выучился татарскому языку, так что мог свободно не только говорить, но и писать на этом языке. Через три года отец выкупил Иоанна у татар. Тогда он пришел в царствующий град Москвы и постригся в монастыре, называемом Андроников, причем был назван Варсонофием. Здесь Варсонофий стал проводить свою жизнь в строгих подвигах, благочестиях и добродетели. За свою строгую подвижническую жизнь Варсонофий поставлен был митрополитом Макарием в Егумино Песножского монастыря. Потом он был архимандритом в городе Казани. Там он основал монастырь в честь преславного преображения Господня и поставил в нем церкви и келии. Станя архимандрита Варсонофий проводил такую же богоугодную жизнь, умерщвлял тело своим великим воздержанием и бдением, а на теле своем носил вериги. Хотя этого никто не знал. Так был он во всем образцом добродетели для братьев. В Казани Варсонофий ревностно помогал святителю Гурию в деле распространения христианства между магометанами и язычниками. Знание языка и знакомство с бытом татарским принесли ему в этом случае большую пользу. Многих неверующих обратил он Богу и крестил их. К святителю Жигурию Варсонофий питал искреннюю любовь и во всем ему повиновался. И в Казани святой Варсонофий был вызван на святительскую кафедру в Тверь. Здесь он, будучи добрым пастырем словесного стада христовых овец, он особенно предался подвижничеству и всегда пребывал в посте, молитвах, слезах и в сеночных бдениях. Многих больных он исцелил, ибо был сведущ и во врачебной науке. Но платы за это он отнюдь ни от кого не брал, а лечил даром. Особенно же прославился он врачеванием душевных страстей, которые он исцелял благодатью Духа Святого. Не оставлял он и ручного труда, и обычным занятием его было шитье клобуков, которые он раздавал братьям свои, прося их молиться о нем Богу. Когда же святой достиг глубокой старости, то оставил свою паству и снова переселился в основанный им монастырь, что в городе Казани. Здесь он принял на себя великую схему, несмотря на свои старческие годы и великую слабость. Он не изменил правилам подвижнической жизни, и когда от дряхлости не мог сам совершать богослужение, то просил своих учеников привозить его в церковь. Когда же он окончательно из немог и почувствовал свое отшествие из этого мира, то причастился к святых христовых тайн и почил о Господе 11 апреля 1576 года, и погребен был там же в монастыре близ святителя Гурия. Спустя 32 года после кончины святого Гурия, через 20 лет со времени представления святого Арсенофия, по повелению царя Федора Иоанновича начали строить на месте деревянной каменной церковь в честь преображения Господня. Когда начали копать рвы и выкопали гробницы святых Гурия в Арсенофии 1596 года, 4 октября, то возвестили осень митрополиту и Гермогену, бывшему тогда архипастырем Казани. Митрополит совершил литургию и панифиду, пришел в монастырь со всем освященным собором, а открывший гроб святого Гурия, они нашли его наполненным благовонным миром. Тление коснулось лишь немного верхней части губ, даже ризы святителя были целы и казались крепче новых. Подобным образом открыли гроб святого Арсенофия, и также обрели мощи его целыми нетленными, как и мощи святителя Гурия. Тление коснулось лишь только ног преподобного, но не разрушило костей, совершенно крепких. Честные мощи святители переложили из тех гробов в новые ковчеги, и при пении надгробных песнопений поставили поверх земли, чтобы все приходящие могли видеть и сферы лобызать их. Возвещено было всем письмом царю Федору Иоанновичу, патриарху Иову. Иов – это первый патриарх всероссийский с 1589 года. По распоряжениям уже Димитрия в 1605 году Иов был лишен патриаршества, умер в 1607 году. Благочестивый царь и святейший патриарх, весь царский синклит и множество народа, узнав о всем, прославили Бога, прославляющего святых своих. Благочестивый царь повелел хранить святые многоцелебные мощи святителей в особом пределе с южной стороны алтаря Большой Церкви, которая ради этой святыни вскоре была благолепно украшена. В этом пределе, когда он был устроен, мощи святителей и покоились в упомянутых новых ковчегах, источая верующим исцеление во славу Бога в Троице славимого ныне и во веки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok